Я смотрю, сегодня и пение все, и проповеди будут в одном ключе. Брат говорил о корабле, а я буду говорить о лодке. И будет дополнение или как-то продление этой проповеди. Как-то долгое время мы проповедовали из Евангелия Марка. И я несколько раз проповедовал, и братья проповедовали, и закончили. Уже давненько закончили Евангелие Марка. И так, ну, вытерли руки, и все, да, нет. Окажется, мы проповедуем постоянно из той же самой книги, из тех же самых Евангелий. И из того самого Евангелия от Марка будем много, много и часто, и всю жизнь черпать источники благодати Божией и глаголы вечной жизни. И, наверное, никогда бы, сколько бы ни жил человек на земле, даже если бы он жил так, как мог в Сау, все равно всего не вычерпал бы Евангелие. Потому что она жизнь, духи жизнь. Я хочу предложить вам один эпизод из Евангелия Марка 4 главы 35 по 41 стихи. Марка 4, 35. Вечером того дня сказал им, ученикам, переправимся на ту сторону. И они, отпустив народ, взяли с собой, его с собой, как он был в лодке, он проповедовал с лодки, учил народ. С ним были и другие лодки. И поднялась великая буря, волны били в лодку, так что она уже наполнялась водою. И он спал, а он спал на корме, на возглавии. Его будят и говорят ему, учитель, неужели тебе нужды нет, что мы погибаем? И встав, он запретил ветру и сказал морю, умолкни, перестань. И ветер утих, и стала, и сделалась великая тишина. И сказал им, что вы так боязливы, как у вас нет веры. И убоялись страхом великим, и говорили между собою, кто же сей, что и ветер, и море повинуется ему. Довольно интересное местописание, интересный случай. Он произошел на море, на Генетеретском озере. Оно считается также и морем, и в Библии так написано. Я не знаю, существует народная поговорка. Она у нас, в принципе, в нашей местности существовала. Возможно, что где-то есть и в других местах. И в других, я как-то читал, тоже она, так сказать, существовала. Она гласила так, в беде, Бог в беде не оставит. Не знаю, может быть, вы слышали, может быть, повторяли. Я тоже иногда говорил так, но с Священным Писанием. И я знал суть этой поговорки. Я верил в это слово, в эти слова. Но, друзья, одно дело, когда мы говорим, изрекаем истину, а другое дело, когда мы попадаем сами в беду. И тогда уповаем ли мы на Бога, или же мы, ну, как эти ученики. И тогда истина, о которой мы говорили, она как-то, но не созвучна с нашим поведением бывает. Одно дело изрека, другое дело доверяться истину всей сердцем, всей душой, всей верой нашей. Независимо, то ли это гвадь на море, тишина, то ли это буря, то ли богатство, то ли бедность, то ли болезнь, то ли здравие, то ли богатство, то ли бедность, я уже сказал. Но Бог всегда один и тот же. Несмотря на то, что когда-то Он был с учениками, ученики видели, очень близко были с Ним, им как-то было проще, может быть, спросить у Него защиты. А мы на далеком расстоянии, и трудно сказать, сколько миль. Очень далеко. Где там седьмое небо, где третье небо, где апостол Павел был восхищен, куда. Но, тем не менее, мы знаем, что Господь с нами. Когда посылал учеников, Христос сказал, идите по всему миру, проповедуйте Евангелие всей твари, и все я с вами во все дни до скончания века. Поэтому давайте немножко порассуждаем вот об этом случае, который произошел на море. Здесь мы встречаем довольно интересную картину. Ученики целый день были со Христом. Христос изрекал притчи, потом изъяснял ученикам. И там написано, что было много, множество народа. Здесь не сказано в этой главе, что Он там творил чудеса, но Он говорил. Были моменты еще раньше, когда Он творил чудеса, и ученики это видели. И потом Он творил чудеса. Но это еще было начало служения Христа. И ученики еще только-только что начали знакомиться с Иисусом. Начали смотреть на Его со всех сторон, начали изучать Его, начали видеть чудеса в Нем. Видели, что это необыкновенная личность, что Он может творить чудеса. Но вот когда вдруг Он сказал, переправимся на ту сторону моря, и проплыли, видимо, немалые расстояния, поскольку Христос уснул. Видимо, прошло довольно времени, они разговаривали, может, обсуждали те вопросы, которые Христос изъяснял народу, те истины, те притчи. И незаметно Христос уснул, они продолжают плыть, продолжают грести веслами, но вдруг написано на море сделалось большое волнение. Так что уже лодку, лодка наполнялась водой. Я не думаю, что они не предпринимали ничего, чтобы как-то эту воду удалить, вычерпать из лодки. Наверное, они что-то делали, но уже никакого, как бы, никакой помощи, никакого результата не было. Люди бросаются со стороны в сторону, потому что ладья бросается бурей со стороны, а Христос спит. Может быть, уже не обращали внимание, но Христос спит, но мы вот здесь все-таки рулюем, все-таки гребем, и мы что-то делаем, и это в наших руках весла, можно спастись, но пришло такое время, когда они оказались бессильны, и они смотрят в стороны Христа, и Христос, а Христос спит, как это понять? Он только что говорил, только что учил, и вдруг такая, ну, ситуация произошла, и он спит, ничего не делает, не проставляет никакой услуги. И ученики у паники не знают, за что хвататься. Если бы это было, скажем, ну, на суще, там больше каких-то шансов для спасения, там что-то можно сделать, ученики, вообще человеку можно что-то сделать, но вот на море, да еще и когда буря, шансов никаких нету, море шумит, они подходят ко Христу, будят Его, и говорят, учитель, неужели тебе нужды нет? Ну, что ты спишь? Неужели нужды нет, что мы погибаем? То есть, мы погибаем. Они думали, что Христос забыл, уснул, но нет ничего удивительного в том, братья и сестры, что ученики так поступили, что их охватила такая паника, будь на них положение, в их положении, наверное, рад ли бы мы поступили как-то по-другому, рад ли бы мы повели себя по-другому. И все-таки нельзя не заметить того, что их подвело в этом. Если так смотреть, так что может быть более, выглядит более абсурдным, чем то, что Сын Божий, Творец Вселенной, Спаситель, и вдруг он спит в лодке, и настала буря, и лодка гибнет, лодка утопает вместе со Христом, вместе с учениками. Как ни странно, но ученики боялись именно этого. Они боялись, что лодка утонет. Мы погибаем. Они, возможно, даже и не подумали о том, что... О Христе не подумали, а как Христос? Ну, Христос пит, но Он же Христос, а мы? Мы погибаем. Разве тебе нужды нет в том, что мы погибаем? На самом деле, они думали о буре, думали о волнах, думали о наполняющейся лодке, и считали свое положение совершенно безнадежным. Мы погибаем. Все кончено. Мы иногда так говорим, ну, приехали. А здесь, можно сказать, ну, и приплыли. О чем можно говорить? И вот, исходя из этого, можно сделать какой-то для себя вывод. Если бы мы были на их месте, что бы мы видели? Мы видели бы эти волны, эти бури, эту лодку, наполняющуюся водой, или же мы видели перед собой Господа? Знаете, когда мы... У нас в жизни очень много трудностей. В мире очень много вражды, очень много болезней, очень много других проблем. Весь мир в беспокойстве. Он бушует, как житейское море. И, знаете, люди бросаются во все стороны. То эпидемия, то еще какая-то болезнь, то война, то, может быть, обвал каких-то ценностей. Может быть, валюта скоро исчезнет, или же она потеряет цену свою, и что будет. То есть люди волнуются о всем, что хотите. И я думаю, что они не видят Господа. Они видят вот все эти проблемы, они видят все эти трудности. Мы тоже, братья и сестры, мы тоже люди, и мы тоже нуждаемся, и тоже пользуемся всем тем, и валютой, пользуемся и здоровьем, которое у нас есть, пользуемся и благословением, когда у нас дождь, когда у нас солнышко светит, а вот когда нету дождя и леса горят, когда дышать тяжело. И вот мы это тоже переживаем. Как мы видим эти проблемы? Мы что, видим только вот это, или мы что-то другое видим? Я думаю, что каждый из нас, уповая на Господа, видит сначала Господа. Война, ну, правильно, были войны и будут войны. Засуха была и во время Ильи, по слову Ильи, по молитве Его, и это тоже будет. Мы переживаем, и отцы наши переживали, но мы видим Господа, что все проходит не отсюда, а все проходит оттуда, через Господа. То, что Господь допускает, то и будет. То, что Господь не допустит, то и не будет. Если мы обращаемся к Господу, так мы видим Господа сначала, в центре Господа, а все остальное, знаете, мы не обращаем внимания на эти обстоятельства внешние, потому что мы упываем на Господа, мы знаем, что Он вершит судьбу этого мира. Вера – огромная сила. Она проставляет Богу возможность творить чудеса. В то время, как неверие является основной причиной отсутствия чудес. Неверие – нет чудес. Христос всегда творил чудеса там, где присутствовала вера. И вот в Евангелии Марка во второй главе, я не буду зачитывать, но там такой тоже интересный эпизод. Четверо принесли, видимо, своего друга, товарища или родного, близкого, принесли ко Христу, зная, что Христос уже исцелял, творил чудеса, принесли. Он был расслаблен, этот человек. Они принесли четверо войти, не могли в дом, потому что много людей. Они, имея веру, предприняли довольно усиленный метод, чтобы подойти ко Христу. Они разобрали кровлю крыши, спустили к ногам Христа. И Христос, написано, видя веру их, сказал расслабленному, возьми постель твою и иди в дом твой. И он встал, взял постель и пошел в дом свой. То есть, вера – это могущая сила, посредством которой Бог может творить чудеса. Там, где, знаете, человеку невозможно. Невозможно так исцелить, как исцелит Христос. Невозможно еще успокоить бурю и что-то другое. Когда, знаете, еще один момент в Писании, когда женщина, страдающая двенадцать лет кровотечением, она все истратила, она делала все возможности. Двенадцать лет изо дня в день она нуждалась в исцелении и потеряла надежду на врачей, денег не стало и увидела Христа. Идет Христос. И она сказала, «Если я дотронусь, хотя я до краю одежды, выстарую, она это сделала, хотя это было, может, нарушением какого-то покоя, потому что Христос сказал, «Кто прикоснулся ко мне?» Вера. Она творит чудеса. Вера, не просто вера, какие-то идеи, философские измышления, вера в Бога, вера в Иисуса Христа, Спасителя нашего. Матфея 13 глава 58 стих сказано о том, что Христос в своем Отечестве Назарете, когда Он возвратился, не мог сотворить многих чудес. Оказалось бы, почему по неверию их не было там веры, оказалось бы, должен в своем Отечестве, там, где Он рос, где Он воспитывался, где Он был подростком, взрослым стал, и люди смотрели, это необыкновенная семья, это необыкновенный мальчик растет, и потом бы показать силу и могущество Бога. Может быть, естественно, что там может быть больше, чем в других местах, нужно было бы, чтобы они понесли дальше и сказали, «Да, мы знаем этого человека молодого, да, Он необыкновенный человек был, поэтому, естественно, что да, Бог с ним, но Он не мог творить никакого чуда». И сказано многих чудес, какие-то были чудеса, но недостаточно много. Смотрите, а что делают ученики в своем маловерии? Они просто, как это ни странно, но они упрекают Господа. Упрекать Господа. Что они говорят? Разве тебе нужды нет, что мы погибаем? Что ты? Не можешь что-то сделать. Почему ты не делаешь? Ты же мог бы сделать. Да, мы боимся, так, мы трудимся, мы хотим спасти, а ты ничего не делаешь. Что происходит? Почему ты ничего не делаешь? И вот они начали как-то упрекать Господа. Знаете, вот другая место в Писании мы находим в 11 главе Евангелия Иоанна что-то подобное. Когда сообщили Христу о том, что его друг Лазарь, брат Марии и Марфи, заболел при смерти. И ему сообщили об этом, а Христос два дня не идет. Надо было бы сразу, но не идет. Пробыл на том месте, где находится, и через два дня он говорит, пойдем навестим Лазаря. Говорит, Лазарь умер. Но он говорит, что ученикам, я радуюсь за вас, что нас не было там, потому, чтобы вы видели чудо и уверовали. Я радуюсь, что Лазарь умер, но мы пойдем разбудить его, воскрасить его. И вот, когда пришел он в дом Марии и Марфы, Марфа встретила, и она не упрекает Господа. Она только просто сожалеет, Господи, если ты был бы здесь, не умер бы, брат мой. Как не хватало тебя там, как не хватало тебя у нас. Мария приходит тоже и тоже, говорит, Господи, если бы ты был здесь, не умер бы, брат мой. Ну и теперь веруем. Вот ситуация и там, и там. Там еще не было смерти, там уже смерть пришла. Уже в гробе, уже в могиле Лазарь приходит, отвалит камень. Марфа говорит, Господи, уже смердит. Поздно, без нареканий. Смердит. Да, нет, говорит, он живой, выводит. Сказал только слово, Лазарь, выйди вон, и он выходит. Поэтому по-разному, братья и сестры, люди, верующие люди, переживают трудности в жизни своей, уповая на Господа. Одни вас с таким упроком, как ученики по началу своего служения, хождения с Господом, а другие так, как Мария и Марфа. на самом деле, это кажется чересчур дерзкий подход к тому, сказать так Христу, тебе нужды нет. Разве, братья и сестры, вот это поведение не указывает на кого-либо из нас, на меня лично? Я тоже могу так сказать. Я тоже могу так повести себя, если окажусь в таком положении, как ученики, как часто в трудной минуте в наших сердцах зарождается тот же самый вопрос, хотя, хотя мы и не говорим его, не выражаем его словами нашими. Зарождается то вопрос, Господи, почему? Предположим, вынуждаемся в самом насущном. Нас не хватает денег, мы хотели бы как-то что-то купить и у нас нету средств или просто кончили средства. Я помню, когда в Беларуси жили и как-то вот мы настолько до копеечки, так, чтобы прожить зиму, чтобы мне как-то я работал водителем, а у меня еще была такая специальность, я печки делал, но только летом. зимой их не было, глина замерзшая была, замерзшая. И вот я так, ну, после работы я как-то сутки работал, трое сутки дома, я возил какое-то начальство на машине и сутками работал. Лет двенадцать, наверное. И вот когда была возможность позаработать так, чтобы потом как-то, ну, зиму прожить, и мы были довольны, что был какое-то еще подспорье, вот, и мы как-то переживали. Но бывает так, что и этого нету, как-то сложно. Вот и ученики были в таком положении, но вот, братья и сестры, мы просим об этом. Надо как-то выжить. Но и знаем при этом, что у Бога и золото, и серебро, и все ценности этого мира и Вселенной в Его руках. Но мы просим, проходит неделя, две-три месяц, и не получаем того, просим. И, может быть, в нашем сердце зарождается тоже вопрос, Господи, почему? Может быть, без упрока, а может быть, даже, и хотелось бы сказать, ну, неужели тебя нужды нет до нас? Или, может быть, предположим, мы наш близкий сын или дочь, или мы сами, отец, или мать, или мы сами нуждаемся в помощи, мы болеем, или же дети наши болеют, лежат на постели, жестоко страдают, и мы страдаем тоже с ними, и знаем, что достаточно только одного слова Христа. Господи, скажи только слово, и выздоровеет сын мой, выздоровеет дочь моя, выздоровеет отец мой, или мать, или я сам. И проходит время, мы молимся, и не получаем ответа. Болезнь прогрессирует, и у нас зарождается, может быть, тот же самый вопрос, Господи, неужели тебе нужды нет, что я так страдаю, или что мы так страдаем, или что наши дети так страдают. Но я хотел бы сказать, что одна только такая мысль, я не хочу сказать, что это жестокость перед Богом, но хочу сказать, что оно, знаете, ранит сердце Божественного нашего Спасителя. Уже ранит. Почему? Разве Отцу Небесному было нужды, не было до того, до нас, когда Он отправлял Своего Сына Единородного на землю, чтобы спасти нас, чтобы избавить нас, чтобы потом, когда придет время, самый трудный момент, как мы в прошлый раз слышали с проповеди во время вечера, должен оставить его. Будет один мучиться умирать, иначе он не умрет. Разве ему не было до нас? Разве не до нас, братья и сестры, было Христу, который в жестокой агонии, на кресе, на гвоздях, умирая, произнес слово, о, Боже мой, Боже мой, для чего ты меня оставил? Но Он, умирая, спасал нас, чтобы избавить нас от вечного ада, от вечной гибели, от вечной муки. Так почему же иногда мы как-то подаемся, может быть, такому, знаете, я бы сказал, может быть, греху, как-то думать о Боге так, как думали в свое время ученики, забывая о том, что само испытание веры нашей, оно гораздо драгоценнее золота, серебра и всех ценностей этих земных. вот то испытание, которого мы хотим избавиться от него и, может быть, в ужасе хотим отмахнуться от него всеми руками, оно дороже всех сокровищ земных, всех ценностей, которые мы хотели получить. Все ценности земные, они исчезают на этой земле, они не нужны будут вечности, а вот вера открывает нам небеса. Апостол Петр в первом послании в первой главе 6-7 стихи говорит «О всем радуйтесь, поскорбевшие теперь немного, если нужно, ну, если нужно, от различных искушений, дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота, похвале и честь и славе в явлении Иисуса Христа». Знаете, за верность, за упование на Господа мы получим большую награду пришествия Господа нашего Иисуса Христа. Это награда похвала, честь и слава, дабы испытанная вера ваша оказала драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота к похвале и чести и славе в явлении Господа нашего Иисуса Христа. Вот это похвала, братья и сестры, неизмеримо дороже всех тех потерь, всех тех трудностей, которые мы переживаем на земле. Она выровняет, она не то, что выровняет эта похвала или эта награда, оно просто неизмеримо больше мы там увидим и будем радоваться, что мы прошли через трудности, чтобы уповать на Господа, научиться уповать, научиться доверять, научиться ходить перед Господом. Христос с нами в нашей ладье. Солнечный день, погожий день, бурное время, когда войны проходят, когда эпидемии проходят, когда болезни, когда гонения проходят, когда штормы проходят, когда ураганы сносят все на своем пути. Господь с нами в нашей ладье, и нам нечего бояться, нам надо только держаться, веряя за Него, и уповая на Него, прославлять Господа. Он сказал, что даже, когда мы читаем Матфея 10 главу 30 стих, что даже все волосы ваши на голове сочтены. Когда ученикам утверждал своих учеников, я думаю, как это так, столько много волос, вроде, у меня не так-то, но, в общем-то, волос много, и как это так, что у Бога все волосы сочтены, и зачем это надо? Ну, он даже сказал об этом. Когда Иисус Христос был на земле в теле человека, Он не переставал быть Богом. Он был и Бог, и человек. Вот сочетание Бога и человека в Иисусе Христе восхищает нас. Как Он так? Так вот. Но когда ученики приступили к Иисусу и сказали тебе, ну, вот, мы бедствуем, мы погибаем, и Христос тут же поднялся сна, свойственного человеку сна, и приступает к свойственной деятельности, к деятельности свойственной Богу. Так вот быстро спать хотел, потому что устал от труда дневного. Поднялся и начал делать то, что невозможно человеку. Начал успокаивать буру. Как Бог, Он поднялся со своей постели, со своего ложа, как Господь начал словом успокаивать бурю. Вот так Он такой тогда был, такой, братья и сестры, и сегодня. Тем более, что Он прошел этот путь земной. Он был на море в лодке, Он понимал, что такое буря, Он знал, как это трудно, как это несчастье для людей, когда они утопают в море, в волнах, в трудностях, в горе, в болезни. И Он, как первосвященник, сверхходатайствует перед Богом, Он знает немощи наши, Он знает болезни наши, Он знает, что это, сколько это стоит для нас. Такой, братья и сестры, Он и сейчас, когда мы искренне с верой приходим к Нему. Я хочу еще обратить на одно очень важное, один очень важный момент. Когда Христос встал, запросил ветру и сказал, море умолкни, перестань, и ветер утих, и сделалась великая тишина, и сказал им, что вы так боязливы, маловерие. Два вопросительных знака. Что вы так боязливы? Как у нас, как у вас нет веры? Что, о чем это говорит? Ну, вы и боязливы, и у вас мало веры. Это не похвала или похвала? Нет, конечно, это не похвала, это и не упрок, а может быть, это просто сожаление Христа. Они еще не были так утверждены в вере, потому что это начало было пути. Но написано, и убоялись страхом великим и говорили между собою, кто же сей? Интересно, обычно вот такое, такие моменты, когда совершаются большие чудеса, люди вот такой, знаете, ну, в радости, в торжестве, они большой страх охватил учеников. Почему? Наверное, потому, что они вспомнили, что они говорили о Христе, как они думали о Нем. Наверное, они не знали, что до конца что-то тот Бог, который может все, и вдруг, когда Он запретил ветру одним словом, и буря перестала, и море утихло, стало все спокойно, они, да, вот это да, это Бог. Человек так не может сделать. Знаете, люди могут делать все, что хотят. Они на этой земле против Бога восстают, и злые дела творят, но вот если бы явился им Бог, чтобы они увидели, наверное, были в большем страхе, чем эти ученики. Когда Иоанн, богослов, был на острове Патмос, и Он увидел Христа облегченного славу. Это в первой главе написано. Ну, в принципе, Он на земле видел Христа, видел и после воскресения, но Христос явился в человеческом плоти, а там увидел славе Бога, настоящего Бога. Ноги, глаза, волосы. И написано, что Он пал к ногам Его, как мертвым, страх охватил. Знаете, как мы представляем Бога? А ведь Он наперед знает наши мысли. Я сегодня ехал с своей супругой по дороге, мы остановились на одном перекрестке, и сзади мне полицейский остановился. Я да, я сразу думаю, повернет он тогда, куда я или нет. Ну, повернул тогда, куда я. И вы знаете, как я ехал? Я ехал точно, как положено, по знакам. Я не знал, а кто его знает, а может быть, что-то у меня там не горит сзади, какой-то поворот, датчик, может, что-то такое не так. Ну, это всегда мы так делаем, когда знаем. А вот написано, Энох ходил перед Богом. Почему? Как? Разве все люди не ходят? Все люди перед Богом. Бог знает, Бог видит каждое движение людей. Все люди перед Богом. Но написано, что только Ной один ходил перед Богом, Энох ходил перед Богом и не стало его, потому что Бог взял его, минуя смерть. оказывается, он так ходил перед Богом, как я ехал впереди полицейского. Я так ехал, ну, в принципе, я думал, мол, что он остановит. Так вот, он ходил перед Богом, потому что я знаю, что он видит все мои движения, как я еду. так же самое, когда человек ходит перед Богом, Бог видит все. И некоторых страх окутывает человека. Он ходит перед Богом. Эноха ходил так, что он в страхе ходил перед Богом. Многие люди ходят, они не боятся Бога ничего. Почему? Они Бога не знают, они Бога не видят, но придется потом встать перед Богом. Вот там будет страх, там будет трепет. Я хочу прочитать несколько мест Писания, которые говорят евреям 10 глава 30-31 стих, евреям 10-30-31 Мы знаем того, кто сказал, у меня отмщение, я вас дам, говорит Господь. И еще Господь будет судить народ свой. Страшно упасть в руки Бога живого. Страшно упасть в руки. Ученики испугались, потому что они что-то, а у них нет веры достаточно. Они усомнились, они упрекали Господа, и страшно тогда стало им, что они стали перед настоящим Богом. Второзаконие, 7 глава, 21 стих. Когда Моисей повторяет закон и говорит Израилю, что нужно будет войти в обетованную землю, будут там враги, но не бойтесь. Он так говорит, не страшитесь их, ибо Господь Бог твой среди тебя. Господь говорит, Бог великий и страшный. Бог великий и страшный. И, конечно, братья и сестры, Господь научил учеников, утвердил учеников, апостолов. Он наперед, знаете, наперед знал, что эти люди должны быть такими, должны быть апостолами. Он избрал их, но нужно было им пройти вот через это все, утвердиться, утвердиться о Господе, утвердиться о вере. И они до нас донесли слово. И все это записали, что было, и как они проживали, как они проходили. Но я хочу сказать, братья и сестры, что мы тоже с вами. Господь каждого из нас видит наперед, знает наше будущее, и знает, и хочет для нас будущего хорошего, но в то же время проводит нас через это все, и хочет, чтобы мы, как и ученики, потом оставили после себя, если будет еще жизнь и детям, и внукам, и наследникам нашим, чтобы, ну, веру в Господа, чтобы они видели, что мы ходили перед Богом, как оно ходил, ходили перед Богом со страхом, и со страхом отошли к Господу, потому что закончилась наша эта земная жизнь. Конечно, могут быть трудности в нашей жизни, бывают болезни, бывают еще какие-то трудности, бывает так, что образовалась семья, и в семье буря, в семье беда, муж не понимает жены, жена не понимает мужа, и трудно, и проблема, и трагедия, но это надо тоже пережить, пережить упованием на Господа, решить этот вопрос на земле, там будет поздно, поэтому великое благодарность Господу за то, что мы знаем Господа, что мы спасены им, великое благодарность Господа, что Он проводит нас, когда видит, что нас не хватает упования, веры, допускает наши жизни, и может быть и эти страдания, и эти трудности, они драгоценнее гибнущего, хотя и огнем, и огнем испытываемого золота, для нас мы не понимаем, но это дорого, потому что когда Господь проводит наши испытания, мы очищаемся, мы усовершенствуемся в вере, в уповании на Господа, поэтому давайте поблагодарим Господа за эти пути, и пусть Господь благословит и дальше нас, чтобы мы в уповании, мы и дети наши, чтобы наше упование, оно отразилось в наследниках наших, прославится Господь наш, аминь, помолимся.